Ну и прежде чем мы с вами начнем, я хотел бы поблагодарить своих подписчиков на сайте Patreon, их имена, вот вы будете видеть где-то в этой части экрана практически все видео, потому что их много, они будут идти как титры, и теперь, так как уж я решил такую штуку ввести, на Patreon можно будет подписаться на меня, получать все такие же ништяки, как и обычно, но упоминать я в видео буду в каждом, только тех, кто подпишется именно как спонсоры выходящих видео на канале Hellscream Academy. Так что переходите по ссылочке в описании, там все найдете, там этот топлинк.цc.com и там ссылочка на Patreon будет, там прям все есть, где оборудование купить, где там мой инстаграм, где вконтакте, где на занятия записаться, все там найдете. Всем привет, с вами Лео и вы на канале Hellscream Academy, а сегодня мы с вами будем смотреть, слушать, тестировать и разбираться в новом плагине от Joe Sturgis'а, который занимался сведением и записью таких команд, как Askin Alexandria, Attila и еще пару десятков, сотен тысяч разных core команд и разных других команд. Ссылочку на его сайт я вам оставлю в описании, чтобы вы просто не потерялись и увидели все имена, потому что я их не помню, но там просто все, вот все современные модные команды, все писались у него. И буквально недавно он связался со мной и предложил мне протестировать его новый плагин Gain Reduction 2. Первой версией этого плагина я пользуюсь уже, наверное, лет 6, если не больше. И это очень крутой плагин, который помогает собрать звук не только для сведения, но и очень хорошо спасает при записи, то есть для мониторинга и даже на концертах. Вот такая вот штука. Сегодня, соответственно, вы меня слышите сейчас через вот этот вот микрофон Soyuz Malfa, то есть это звук, который именно в комнате происходит, то, что вы меня слышите, и вы меня будете, когда видите на камере, это будет именно этот звук. Но когда я начну записывать, чтобы было понятней, что где куда, я буду использовать вот этот микрофон. Это Shure SM7B, и в нем не будет никакого процессинга, то есть он будет полностью отключен в плане от DBX усиления, то есть всю обработку мы с вами будем делать непосредственно в секвенсоре. Единственное, что с этим микрофоном не совсем так, как с любым другим динамическим микрофоном, ему нужно очень сильное усиление, поэтому в цепи после вот этого микрофона идет XLR кабель, и после этого подключен союзовский лаунчер, который усиливает его на 26 дБ, которому нужно фантомное питание, которое ему подает DBX. То есть DBX у нас работает в данном случае просто как включатель фантомного питания для микрофона. Вот, и всю обработку мы с вами будем делать непосредственно на компьютере. Громкость на звуковухе стоит сейчас на нуле специально, чтобы просто максимально тихий сигнал у нас был. И сейчас, когда мы начнем с вами слушать, вот я сейчас включу непосредственно мониторинг и видео с компьютера, вы увидите экран моего компьютера, вы будете слышать меня в этот момент непосредственно с этого микрофона. И чтобы вам было понятно, как сильно поменяется звук, когда я отключу усиление, мы получим, значит, вот такой вот момент. Ну и, собственно, сейчас вы меня слышите напрямую с микрофона Shure SM7B, то есть минуя Malfoy, она никаким образом сейчас не подзвучивает. И смотрите, что поменяется, когда я сейчас отключу усиление, компрессию и каверизацию непосредственно с DBX. Звук становится еще тише и как бы очень-очень прям тихим-тихим-тихим. Вот, поэтому сейчас мы с вами сразу же перейдем к рассмотрению плагины и каким образом он влияет на звук. Смотрите, сейчас я его просто подключаю и не делаю ровным счетом ничего. Вот таким вот образом поменялся звук сразу же. Я ничего не менял. Здесь огромное количество пресетов, которые заводские типа, то есть вы можете включить его, например, и будет вот такой вот звук, то есть он как-то по-другому откомпрессирован. Вот здесь вот какой-то другой буст. То есть по-другому звучит. Там, допустим, вот такой вот какой-нибудь звук, вот такой вот звук, вот такой вот звук какой-нибудь, да? Вот такой вот. То есть это очень сильно влияет на настройки. То есть вы можете заметить, что в интерфейсе самого плагина все очень сильно в данный момент меняется. Вот. Ну и давайте теперь включим дефолт и посмотрим элементы управления. Значит, у нас есть power, соответственно, включить-выключить. Вот он включился, выключился, включился. Сила обработки, режим, то есть это уже на вкус. Ну и, соответственно, то, насколько сильно примешивается сигнал, обработанный к оригинальному. Дальше у нас идет обычный усилитель, то есть, грубо говоря, входящий сигнал, выходящий сигнал, да? Дальше идет удаление согласных звуков, то есть он прижимает их, компрессирует, чтобы не было... Да, вот это, то есть они либо яркие очень, либо такие прижатые, чтобы не перебивало. То есть при сильной компрессии звуки С, Ш всякие вот эти вот очень сильно вылезают. И из-за этого они раздражают слух, то есть такие цик-цик-цик-цик постоянно идут во время того, как вы слушаете записи. Из-за этого их нужно прижимать и компрессировать, чтобы они не торчали. Breath работает у нас как gate, то есть он вырежает весь промежуточный шум. То есть вот я говорю сейчас, и вы не слышите никакого шума в паузах. Полная такая, знаете, тишина цифровая. После этого у нас идет опять сила влияния плагина. Я думаю, заметно, на что это влияет сразу же. Clarity у нас, значит, делает звук немножко ярче, он более такой насыщенный как будто становится. То есть прям выковыривает звук, да? Body, соответственно, делает его менее гулким, то есть становится более такой типа яркий звук. Вот. Air, соответственно, делает вид, что мы добавляем воздух. Это слышно, что прям... Мне не очень нравится этот эффект, потому что, не знаю, он какой-то странный. Вот. И Warmth, это, соответственно, то, насколько сильно вы его дистортите. Прям, ну, слышно, я думаю, сила. Хотя, как бы, вот есть маза им пользоваться где-то вот на процентов 50, он уже прикольный эффект создает. Вот. Дальше, что нам сейчас с вами понадобится, ведь мы с вами сейчас будем настраивать мониторинг для записи, чтобы посмотреть, каким удобнее пользоваться для работы во время записи. Писаться мы будем сейчас на демо-версию трека, точнее, как сказать, это альбомная запись, но она никаким образом не сведена, то есть это минус просто одной нашей песни с нашего нового альбома. Вот. Соответственно, оставляем гейн редакшн как есть. Я бы его немножко разогнал по громкости, где-то до, наверное, 32, вот таким вот образом, чтобы он стал более ярким. И убрал немножко Body, потому что мне не нужно столько высоких частот, потому что в голове у меня сейчас просто вот так вот все гудеть начало. Вот. Больше, в принципе, я, наверное, ничего менять не буду. Может быть, добавлю чуть-чуть, чтобы гейна было, чтобы погромче стало. Вот. На дорожке, как вы видите, я ничего даже не трогаю. Но для полной комфортности записи я бы добавил сюда мой любимый плагин, который я использую для того, чтобы просто подсвести демо, да, то есть подготовить все это дело. Он называется CLA Vocal Stereo. Это из комплекта Waves. Его вы тоже сможете найти. Что я здесь использую? Я использую эквалайзер. Немножко убираю низов, чтобы звук не сильно бубнил и не сильно гудел. Добавляю немножко верхов, чтобы слышать больше деталей. Довольно сильно компрессирую его, чтобы слышать еще больше деталей. То есть слышите, что звук стал вроде как громче, но он стал скорее ярче, чем громче. Вот. Дальше я добавляю там какую-нибудь небольшую комнату. Например, вот такую вот. Бам. Ну или если хочется прям какой-то там сделать такой церковный звук, то это хо-хо. Там, ну естественно, я не делаю вот таким вот образом, потому что это слишком. И ставлю где-то вот таким вот образом. Он комфортный такой реверп, потому что я не слышу снаружи комнаты вообще свой голос никак. Я слышу его только через микрофон сейчас, собственно, приблизительно так же, как вы его слышите сейчас. Ну и, соответственно, можно добавить легкий дилей. Да, то есть он создает такую атмосферу, и именно уже как будто это готовая студийная запись. То есть мы пытаемся услышать то, каким образом будет звучать голос в результате практически. Да, то есть потом там, естественно, компрессия, всякие обработки, эквализация. Но мы сейчас этого с вами не касаемся. Мы вот прям именно записываем и слушаем максимально то, что будем слышать в результате. Ну и, соответственно, вот этот стереоспредер, эта штука влияет вот таким вот образом. Ну, как вы понимаете, так работать не очень удобно, поэтому мы его... Уберем вот так вот, чтобы он чуть-чуть объема добавлял. Я вообще его обычно выключаю. Он просто не нужен. Так только на записи, когда вы хотите какой-нибудь дубль, например, вот так вот прям по всей стереопаре растянуть, это будет интересно. Сейчас, чтобы сильно не раздражать, отключу этот реверп. Да, я тут тестировал, как это все будет работать. Создам сейчас эти плагины заново. То есть я просто сейчас копирую настройку вот этой дорожки, в которой собираюсь записывать. Да, на остальные дорожки, которые я буду использовать. Писать мы будем 4 дубля. Сейчас я вот эти поставлю по центру. Они стояли по бокам, потому что в песне это дело рассчитано на то, чтобы это были бэк-вокалы, которые по бокам. То есть их в центре здесь быть не должно. Но мы запишем, послушаем, а потом их уже по панораме раскидаем. Давайте послушаем минус. То есть вот таким вот образом это не сведенные барабаны, не сведенные никаким образом гитары. То есть такой, знаете, микс, под который я потом в результате и буду писать вокал. Вот. Соответственно, сейчас пишем 4 дубля бэк-стрим-вокала. Поехали, попробуем. Подключу элементы комфорта. Записал дубль, сразу же запишу следующий. Этот мучу. Субтитры делал DimaTorzok Обрезаем, короче, вот эти вот начало, чтобы там не было лишнего дыхания. После этого отрежем кончик, чтобы не хватало. И вот у нас, соответственно, с вами 4 дубля. Давайте послушаем их, как они звучат. Прямо только что записанные. То есть, как видите, эта штука позволяет уложить вокал в микс просто сразу. То есть вы понимаете, как это будет в результате. Это просто пуф, реально взрывало мне всегда мозги. Но, как видите, это максимально комфортно. То есть вы сразу же слышите, что будет после сведения. Ну, то есть, грубо говоря, вы слышите не сведенный материал, но вы приблизительно понимаете, что сделает звукорежиссер, когда будет заводить ваш вот такой вот записанный материал. Ну и, соответственно, потом, когда я это дело буду уже использовать в альбоме, это будет таким вот образом раскидано по панораме и будет звучать вот таким вот образом. И если это видео было для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все дела вот эти вот, все ссылочки на Patreon и на, ну, на все мои соцсети, как записаться на занятия, вы найдете в описании. Там вот эта ссылочка toplink.cc slash leoshellscream. И давайте до пятницы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok